Урок 3. Работа с базой и инфоблоками. В уроке будут рассмотрены варианты хранения данных в инфоблоках и в базе данных. Плюсы и минусы каждого из решений, а также методы работы с базой данных. У каждой медали есть две стороны. Так у этого решения есть свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести универсальность инфоблоков. На их основе можно строить достаточно сложные структуры данных и очень просто их использовать. Также несомненным плюсом является наличие хорошо документированной API. которая постоянно обновляется и дополняется командой 1SBitrix. Можно быть уверенным, что модуль инфоблоков реализован в соблюдении всех принципов разработки, благодаря которому обеспечивается безопасность. Одним из самых больших плюсов является админка для работы с базой данных, в которой можно добавлять, обновлять, удалять сущности. Админка, несомненно, очень детально проработанная часть 1SBitrix, позволяющая с легкостью манипулировать данными. Как ни странно, универсальность является не только плюсом, но и минусом. В процессе проектирования можно создать модель данных, реализация которых будет маловозможной с использованием инфоблоков. Инфоблоки для обеспечения универсальности обладают большой избыточностью. За счет избыточности скорость работы инфоблоков может не соответствовать требованиям, предъявляемым к решению. К плюсам работы со своими таблицами относится быстродействие, которое достигается благодаря ориентированности таблиц только на функционал конкретного модуля. Структура таблиц подбирается под задачу, а следовательно, не будет избыточности. К минусам отнесем необходимость обеспечивать должную безопасность модуля. Также потребуется грамотная реализация API, чтобы впоследствии было удобно использовать модуль. Написание админки может и не являться сложной задачей, но в любом случае отнимет уйму времени, а следовательно заберет время на написание модуля. Небольшая рекомендация. Если функционал простой и нет необходимости по скорости работы оптимизировать, то используйте инфоблоки. Для работы с собственными таблицами необходимо использовать методы глобального объекта DB класса C-Database. Класс предоставляет набор методов для безопасной работы с базой данных. Для работы с базой необходимо определить глобальные переменные DB и DB-Type. С первой мы уже познакомились, а вторая отвечает за тип базы данных. Возможные варианты MySQL и MySQL Oracle. Метод run SQLBatch выполняет файл с пакетом запросов. Пишем путь к файлу с запросами. Субтитры создавал DimaTorzok к файлу с пакетом запросов. Добавим путь к файлу с пакетом запросов. Добавим путь к файлу. Суптитры создавал DimaTorzok операции, но в обратном порядке. Проверяем в момент удаления, пожелал ли пользователь сохранить таблицы. Файлы с запросами базы данных для установки удаления модуля принято размещать в каталоге InstallDB модуля. В файле InstallSQL размещаются запросы базы данных, которые создают таблицы и выполняют ставку предварительных данных. В файле InstallSQL размещается запрос на удаление таблиц модуля. Для работы модуля с базой данных необходимо написать класс. Его необходимо разместить в папке Classes. Необходимо сразу определиться с приватными и публичными методами. Также необходимо грамотно называть методы, чтобы было понятно, что каждый из них делает. Рассмотрим запись данных в базу данных на примере AddMessage. Для обеспечения безопасности при вставке и обновлении строк используйте методы PrepareInsert и PrepareUpdate. Для выбора проверяйте значения, переданные пользователям. Приводите их к требуемому типу. Так как мы выбрали хранение данных в своих таблицах, то должны сами обеспечивать безопасность. В модулях битрикса стандартным де-факто является название методов в стиле GetList, GetById, Update, Delete и т.д. Также, работая со стандартными модулями битрикса и используя API к ним, вы, вероятно, привыкли к передаче параметров в определенном порядке для каждого из этих методов. При написании своих модулей следует придерживаться этих правил, так как это позволяет унифицировать API, а следовательно использовать его с минимальным обращением к документации, а также к коду модуля. Само собой, не всегда есть возможность давать такое название методам, но все равно нужно стараться придерживаться таких именований. Если у вас несколько сущностей, то делайте отдельные классы для работы с каждой сущностью. Небольшой хак. Существует модуль «Живое описание API». Не всегда документация для модулей присутствует в достаточном объеме, в этих случаях приходится лезть в код модуля и изучать все изнутри. Для упрощения данной задачи разработчиками был написан скрипт «Liva API», который впоследствии был обернут в модуль и размещен в маркетплейсе. Установим модуль на сайт. Отсканируем модули. Посмотрим классы модуля iBlock. Отсканируем модули. Продолжение следует... Продолжение следует...